Здравствуйте, я Дерек Уокер, пастор Библейской Церкви Оксфорда. Мы проходим цикл о том, как быть учеником Иисуса. Сегодня я хочу продолжиться рассматривать это ключевое откровение, о котором мало кто проповедует. Я верю, что оно является основным для понимания жизни ученика Иисуса. Мы должны понимать, что мы рабы Иисуса, мы принадлежим Ему, Он владеет нами и всем, что у нас есть. Это очень серьезно. Есть много аналогий с нашей идентичностью, как христиан нашими отношениями с Богом. Например, многие места Писания говорят о том, что мы сыновья Божии. И это напрямую связано с Отцом. Он наш Отец, а мы Его сыновья. Это чудесное отношение. Также у нас есть связь со Христом. Христос – жених, а мы невеста. И снова мы видим прекрасные отношения. А третье отношение – это отношения раба и господина. Бог – наш господин и владелец, а мы Его рабы. Об этом мало кто говорит. Все потому, что первые два вида отношений – отношения отца и сына, невесты и жениха – это прекрасные отношения. Мы понимаем, что иногда, и с ними, конечно, бывают проблемы, но мы видим их красоту. А вот когда мы смотрим на человеческую аналогию в контексте рабства, мы видим, что все это связано со злом. И так как с рабством связан такой негатив, нам тяжело принять подобную аналогию для наших отношений с Богом. Из этого мало кто говорит об этом. В Библии есть слово, означающее «слугом» – «диаконос», и отдельно слово для раба – «дуолос», которое часто используется для описания наших отношений с Богом. На самом деле апостолы в посланиях к римлянам, филипийцам, Петра, Иуды не представляли себя как апостолов Иисуса, но в качестве «дуолосов» Иисуса, то есть рабов Иисуса. Иногда это слово переводят как «верный слуга». Мы упускаем это, потому что переводы опускают это из-за негативного контекста рабства у людей. Когда делались английские переводы, то слово «дуолос» чаще всего переводили как «слуга». Его было легче принять. Обычно в современных английских переводах не говорится о том, чтобы мы были рабами Христа. Там говорится, чтобы мы были слугами Христа. Но существует фундаментальная разница между слугой и рабом. Слуга контролирует свою жизнь и может выбрать время для найма. Его начальник обладает определенной властью над ним в контексте его работы. То есть он делает то, что говорит начальник, сдавая свое время в аренду. Но сам он принадлежит себе. С рабом же все иначе. Раб принадлежит господину и ничем не владеет. Все, чем он владеет, принадлежит его господину. Хоть мы и считаем рабство чем-то плохим в контексте человеческих отношений, когда дело касается наших отношений с Богом, оно весьма актуально. Потому что Бог сотворил нас и искупил нас. Он владеет нами на двух уровнях. Я хочу рассказать вам одну историю. Один мальчик построил прекрасную лодку. Она была его гордостью. Он пошел на озеро, чтобы спустить эту лодку на воду. Ее подхватил ветер и утащил так далеко, что мальчик не мог достать ее. Он потерял свою чудесную лодку. Поэтому, несколько лет спустя, он проходил мимо комиссионного магазина и увидел в магазине свою лодку, которую он сделал. Теперь ему пришлось зайти и заплатить цену, чтобы приобрести ее, вернуть ее себе. Хоть он и создал ее, ему нужно было заплатить цену, чтобы выкупить ее, и она снова стала его собственностью. И теперь она у него, она дважды его. Она его по праву создания и по праву искупления. Точно так же и вы принадлежите Богу. Во-первых, Он создал вас. Это дает Ему право владения над вами. Хоть вы и потерялись в грехе, когда человечество пало, Христос пришел и по своей любви искупил вас. Он заплатил цену для того, чтобы выкупить вас себе, дабы вы могли принадлежать Ему. Если вы принимаете Его плату за вас, вы возвращаетесь в Его владение. И теперь вы принадлежите Ему. Мы принадлежим Ему. Это не что-то плохое, потому что то, что является плохим в человеческих отношениях, не всегда является плохим в наших отношениях с Богом. Например, мы говорим, «Не судите мне отомщение», — говорит Господь. «И хоть нам неправильно мстить, потому что это плохо для нас, для Бога в этом ничего плохого. Мне отомщение», — говорит Господь. Это означает, что у Бога есть право наказывать. То, что является злом для человека, не всегда является злом для Бога. Отношения Господина и Раба на самом деле являются весьма соответствующими для отношений между Богом и Его творением. Вот какие отношения у нас с Богом. И теперь, когда мы искуплены, мы принадлежим Ему. Он имеет право владения нами. А это означает, что каждое благословение, которое Он дает, все равно принадлежит Ему. Мы Его — дуолос. Если мы принимаем это откровение, мы освобождаемся. Мы должны принять эти отношения так же, как отношения сына и отца, жениха и невесты. Мы должны понимать это. Когда мы говорим, «Иисус мой Господин», мы говорим нечто большее, чем «Он мой начальник». «Он обладает властью надо мною». «Он имеет право указывать мне, что делать». Это описание отношений слуги. Мы должны понимать происхождение слова «Господь». Когда говорится «Иисус Господь», используется греческое слово «куриос». На иврите есть два слова, которые можно перевести как «куриос». «Иегова» или «яхве». Это имя собственное Господа Бога. А также слово «адонай». Это слово означает «господин», «владелец». И оба эти слова являются именами Бога. «Иегова» — это его собственное имя в завете. А «адонай» означает, что он наш владелец. Когда Ветхий Завет переводили с иврита на греческий, я имею в виду «септуагинту», написанную за 200 лет до рождения Христа, оба эти слова переводили как «куриос», «господин». То есть «куриос» обладает полнотой значений слов «адонай» и «ягова». Когда мы говорим «Иисус Господь», мы говорим «Он Бог» и «ягова». И мы также говорим, что он наш владелец. Он не просто выше нас по рангу. Он владеет нами. И поэтому он имеет право определять, кто мы, каково наше будущее. Он может контролировать нас и владеет всеми нашими благословениями. Если вы подчиняете свое сердце Богу, вы радуетесь в той реальности, что Бог — ваш владелец, и что все, что у вас есть, дается вам по его благодати. Но вы ничем не владеете, потому что он владеет вами. Наша плоть бунтует против этого. Мы не хотим, чтобы нами владели, ведь мы хотим быть независимыми. Мы хотим сами быть своими богами. В морали мира мы видим бунт человека против Божьего владения и отвержение Божьего права на определение. Мы видим это в вопросах сексуальности вокруг нас. Мы говорили в прошлый раз об изначальном грехе. Адам и Ева отвергли Божье право собственности не только на сад. На самом деле, они вели себя так, словно они были владельцами сада. Съев плод с дерева, с которого Бог запретил им есть, они сказали, «Мы отказываемся от твоего владения садом. Мы будем делать то, что сами захотим». Мы будем вести себя так, словно мы владельцы. И это привело к тому, что Бог выгнал их из сада. Но их грех был хуже этого. Они не просто отвергли Божье право собственности на сад, но и на их жизнь, несмотря на то, что Он создал их. И тогда они согласились с сатаной, который сказал им, «Вы сами можете быть богами. Вы будете знать добро и зло внутри себя». Иными словами, вы сами сможете контролировать все. Вы можете сбросить Божий контроль над вами. Вам не нужно полагаться на Бога. Вы можете сами быть богами для себя. И когда они приняли это, то отвергли Божье право собственности. Точно так же, как сатана сделал до этого. Они попытались сами стать богами. Сама сущность греха кроется в том, чтобы отвергнуть Божье право собственности и стать независимым от Бога. До этого они жили благодаря Божьей жизни, которая текла в них, и они были духовно живыми. У них были все благословения Божьи. Но в тот момент, когда они заявили о своем праве собственности, это называется алчностью. Они были отрезаны от благословений Божьих. Бог сказал, «Вы дисквалифицировали себя от моих благословений». Пытаясь завладеть ими, вы отрезали себя от них. И в тот момент жизнь Божья прекратилась, и они умерли духовно, что привело в итоге к телесной смерти. Обрели ли они свободу в этом? Нет. Отвергнув Божье право, отказавшись стать рабами Божьими. Они не обрели свободу. Сатана не сказал им, что в тот момент, когда вы поступаете так, вы становитесь рабами греха. Они оказались под властью греха и сатаны. Они не освободились. Их обманули. Они стали рабами. Единственная разница состоит в том, что перед тем, как они согрешили, они принадлежали чудесному, любящему и милостивому Богу, который давал им все. Любовь, мир, радость. Все. Но теперь, сделав свой выбор, они оказались под рукой жесткого рабовладельца по имени грех и сатана. И после этого все стало лишь хуже. Это очень важный вопрос. Считаете ли вы себя независимым? Или вы считаете, что вы принадлежите Богу, и у Него есть право контролировать вашу жизнь? Мы видим парадокс в Евангелии от Матфея, пятой главе, третьем стихе, когда Иисус сказал, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Иначе говоря, «Если вы признаете, что вы бедны, то что это означает? Что вы ничем не владеете? Тогда вы блаженны, и у вас есть все». Надеюсь, вы это понимаете. Если вы отказываетесь от владения и подчиняетесь Богу, говорите внутри, что принадлежите Богу, тогда вы можете принять благословения Божии, которые дадут вам все. В Евангелии от Луки также сказаны похожие слова. В английском тексте «Там стоит блаженны нищие». Он не добавляет духом, когда вы признаете, что вы бедны в материальных вещах, что ваше имущество, ваши мысли, все, что вы считаете своим, вы начинаете осознавать, что это не ваше, вы не владеете им. все это дается вам Богом по его благодати. И тогда вы перестаете относиться к этим вещам как данности и начинаете благодарить за них. Вы сможете обладать всем, что Бог приготовил для вас, но в тот момент, когда вы попытаетесь завладеть ими, вы отрежете себя от Божьих благословений. Это важное откровение. Для того, чтобы поток Божий в нас и через нас не обрывался, мы должны отвергнуть себя, то есть отбросить свои притязания на право собственности на нашу жизнь. Тогда мы сможем бесплатно обладать всем, что Бог хочет дать нам. Но если мы будем вести себя так, словно мы владеем благословениями Божьими, мы будем отрезаны от источника благословений, как это было с Адамом и Евой. Они лишились материальных и духовных благословений, потому что они хотели владеть ими. Для чего они хотели владеть ими? Чтобы контролировать все, быть независимыми от Бога. Бог желает благословить вас всем, но Он не желает благословлять вас, чтобы вы использовали эти вещи для того, дабы стать независимыми от Него. Он хочет, чтобы вы обладали ими так, чтобы вы оставались зависимыми от Него. И вы можете делать это, признавая Его право собственности. Вот о чем Иисус говорил, когда рассказывал о жизни ученика. Это базовое откровение ученичества. Евангелие от Матфея, 16 глава, 24 стих. «Если кто хочет идти за Мною, за Иисусом, отвергни себя, оставь право собственности на себя, на независимость в жизни». Он говорит, «И возьми крест свой и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, владеть жизнью». Кто потеряет ее? Вы потеряете ее, потому что вы становитесь рабом греха. А кто потеряет душу свою, отдаст право собственности на свою жизнь ради Меня. Тот обретет ее. Вы получите благословение Божие. Какая польза человеку, если он приобретет? Весь мир о душе своей повредит. Иными словами, если вы будете держаться за свою жизнь, владеть ей, то вы потеряете душу свою из-за греха и сатаны. В Библии есть история о жемчужине. Один купец увидел эту жемчужину и захотел ее купить. Она была настолько ценной, что он был готов продать все, что у него было, дабы купить эту жемчужину. Мы видим в этой истории два применения. Во-первых, мы можем применить ее к Иисусу. Иисус смотрит на нас, как на такую жемчужину. Мы настолько драгоценны для Него, что Он был готов отдать все, дабы получить нас. Мы также можем посмотреть на эту историю с другой стороны. Наш ответ Иисусу должен быть таким же. Он посчитал нас драгоценной жемчужиной, и мы должны относиться к Нему так же. Это означает, что для того, чтобы обладать Иисусом, мы должны быть готовы оставить все. Представьте себе эту историю. Человек приходит и говорит, «Я хочу эту жемчужину. Сколько она стоит?» А ему отвечают, «Она будет стоить вам всего». Хорошо, я согласен. «Сколько у вас есть?» «У меня есть 10 тысяч фунтов на банковском счете. Я отдам их вам». Хорошо, а что еще у вас есть? Это все, все. У вас дом есть? Да. Хорошо, тогда вам придется отдать и дом. Вот это да. Что, еще и дом? Тогда мне придется жить в машине. О, и вашу машину тоже. А где будет жить моя семья? У вас есть семья? Вам придется отдать вашу семью, вашу жену и детей. Я заберу их тоже. А также все вещи, что есть у вас дома. Вам тоже придется их отдать. Но это все, что у меня есть. Кстати, есть еще одна вещь. Вы тоже. Теперь вы тоже принадлежите мне. Но я позволю вам остаться в вашем доме, пользоваться вашей машиной. Я оставлю вам вашу жену и детей. На самом деле я оставлю все. Но не забывайте, что не вы владелец, а я. И все это должно использоваться ради моей славы, чтобы я был доволен этим. Вот какова наша природа отношений со Христом. Он приобрел нас. Мы принадлежим Ему. Библия говорит, вы куплены дорогую цену. Вы не свои. Вы принадлежите Богу. Ваш дух и ваше тело принадлежат Богу. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья. Когда мы поймем это, повиновение Богу станет естественным для нас. Когда я беден, потому что отказался от права собственности, то я благословен. Блаженно нищие. Когда я беден и принял тот факт, что не владею ничем, то Бог может благословить меня всеми благословениями, потому что Он может сделать это, не растлив меня. Все потому, что я отдал право собственности Богу. Алчность — это желание владеть тем, чем может владеть лишь Бог. Человек жаждет права собственности и контроля, чтобы стать независимым от Бога. Мы хотим действовать независимо от Него, но именно это и отрезает доступ к благословениям Божьим. Мы должны принять тот факт, что мы рабы Божьи. Библия говорит, что у нас есть выбор. Вы либо раб греха, либо раб Божий. Нельзя быть и тем, и тем одновременно. Когда мы говорим о рабстве, то должны прояснить этот вопрос. Когда мы говорим сегодня о рабстве, то представляем себе рабов-африканцев, как это было несколько сотен лет тому назад. Это была ужасная форма рабства. Да? Думаю, вы осознаете это. Но когда Библия говорит о рабстве в Новом Завете, вы не должны представлять себе такое рабство. В Первом столице, когда Библия говорила о рабах, то рабство было частью Римской империи. Пятую часть империи составляли именно рабы. Но это не было такое же рабство, как с африканцами. Тем не менее, если у господина были рабы, то они были его собственностью. Он полностью управлял ими и контролировал их жизни. Они ничем не владели. Однако, несмотря на все это, жизнь раба могла быть весьма хорошей. Если у него был любящий господин, то его жизнь могла быть лучше, чем у свободных. Господин обеспечивал его, давал ему еду и кровь. И если его господин был важным человеком, его могли уважать, и он мог обрести свободу. Конечно, если у него был злой господин, то его жизнь была очень трудной. Но не стоит сравнивать то рабство с африканским, которое было таким ужасным. Рабство под злым господином также было ужасным. Вот каково это — быть рабом греха и сатаны. Это ужасно, и это приведет вас в ад. Иисус пришел, чтобы своей кровью заплатить цену нашего искупления из рабства греха и освободить нас от руки злого господина. Когда мы принимаем Христа как Господа, мы принимаем Его кровь. Он освобождает нас из ужасного рабства. Не для того, чтобы мы жили ради себя. О, нет. Он освобождает нас из того рабства, чтобы мы стали рабами Христа. Разница состоит в том, что у нас есть любящий и щедрый Господин, который хочет дать нам все хорошее. Он желает благословлять нас, пока мы помним о том, что принадлежим Ему, и что Он — наш Господь и Господин. Он дает нам все. Иисус пришел, чтобы освободить нас от рабства греха, чтобы мы наслаждались истинной свободой, будучи Его рабами. Чтобы жить в свободе, мы должны отказаться от своего права собственности, и тогда мы сможем принять жизнь Христа. Я считаю, что именно поэтому нам так часто тяжело жить христианской жизнью. Мы пытаемся делать христианские дела, но держимся за свою независимость от Бога. Мы не принимаем истину о том, что мы принадлежим Богу. Мы были куплены дорогой ценой, и когда мы принимаем этот факт, все меняется. Я хочу прочитать вам первое послание Коринфянам 6 главу. Тут сказано, «Не знаете ли, что тела ваши — суть храм, живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценой. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Когда вы осознаете, что куплены Богом, что не владеете ничем, потому что вы принадлежите Богу, раб ничем не владеет. Все благословения, которые Бог дает вам, исцеление, радость, мудрость, очень важно, как именно вы распоряжаетесь этим. Если у вас возникает алчность, и вы пытаетесь держаться за это, быть владельцем всего этого, вы теряете доступ к будущему обеспечению. И вот что вам нужно сделать. Вам нужно отдать все это Богу. Не пытайтесь контролировать Дух Божий, не пытайтесь контролировать благословение. Благодарите Бога за них. Вы должны осознать, что Бог является их источником. Если вы отдадите право собственности Богу, то мудрость и благословение начнут течь через вас, и не будет никаких ограничений в том, как сильно Бог благословляет вас. Но, когда вы пытаетесь удержать все это, взять под контроль, благословения начнут исчезать. Я считаю, что это главный секрет. Мы должны знать Бога, как нашего Аль-Шадая и Адоная. Аль-Шадай — это Бог, который обеспечивает. Он Бог, который силен, когда мы слабы, когда мы осознаем, что постоянно нуждаемся в нем, в его силе, потому что мы не владеем ничем и не имеем внутри ничего, мы обращаемся к Аль-Шадаю, и он наполняет нас своей силой. Мы благодарим его за благодать. А Адонай означает Бог наш владелец. Он владеет даже той благодатью, что дает нам. И когда мы знаем это, мы отдаем ее Ему, чтобы Он контролировал все в нашей жизни. Мы живем ради Него. Зная Его, как Аль-Шадая и Адоная, мы можем пребывать в реке Божией. Вот чего Бог желает для нас. Мы не держимся за безопасный берег алчности, но отпускаем руки и доверяемся Духу Божьему, который течет через нас. Но мы должны отдать контроль Богу и позволить Богу контролировать нас. Тогда все будет нашим. Наши служения проходят каждое воскресенье в 11 утра и в 6 вечера в Чейни-Скул-Холл.